Мы решили сегодня вам эти комментарии предоставить. Мы готовы ответить все вопросы. Пожалуйста. Давайте я начну. У нас на сегодня, на 9 апреля, один подтвержденный анализ, один подтвержденный больной с новой коронавирусной инфекцией находится в стационаре, госпитализирован. И еще из близких его контактов три человека, которые тоже на больничном, один из них госпитализирован, и два человека на домашнем лечении, у которых первичный анализ тоже выявился положительный, и сейчас эти три дополнительных анализа на верификации, то есть на подтверждение в лаборатории особо опасных инфекций Нижнего Новгорода, и с очень большой долей вероятности, я думаю, что они, скорее всего, тоже подтвердятся. Поэтому на сегодня мы имеем одного больного и три на подтверждение, может быть, завтра у нас будет четыре. При этом у нас еще есть большая группа людей, у которых продолжается изоляция домашняя по поводу возвращения из различных зарубежных стран, лиц совместно с ними проживающих, лиц, контактировавших с больными в разных местах, и по ним продолжается работа. У них на сегодняшний день у всех пока отрицательные результаты анализов, то есть среди них мы больных пока не видим. При этом еще у нас по новой нашему алгоритму, в связи с тем, что основной очаг заболевания переместился из зарубежных стран, и сейчас уже случай заболевания по Российской Федерации распространяется из основного очага Москвы и Московской области, некоторых других крупных регионов, где мы сейчас для нашего города рассматриваем Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Пензу, то понятно нам, что мы сейчас будем в соответствии с новым алгоритмом брать на анализ всех больных с внебольничными пневмониями, лиц старше 65 лет с острыми респираторными вирусными инфекциями, ну и контактных подозрительных. То есть работа по контактным продолжается, и работа в целом по городу продолжается. Я хотела бы еще отметить, говоря о текущей ситуации, что меры профилактики при этом в целом для города не меняются. Ну вы сейчас, наверное, будете задавать вопросы, я на них отвечу. А сейчас пока хочу сказать, что все меры, они продуманы и делаются в едином ключе. То есть у нас сейчас нет недопонимания между штабом Федерального медико-биологического агентства, который по своим территориям разрабатывает мероприятия, между указами губернатора нашего Глеба Никитина, который разрабатывает мероприятия для области и частично для города, как для города Нижегородской области, между штабом оперативным, который создан в городе, в состав которого я тоже вхожу, и штабом оперативным, который действует в нашем градообразующем предприятии «Рафиацвиниев». То есть все наши мероприятия, все специалисты, которые определяют этот круг мероприятий, действуют сейчас в едином ключе. И я фактически сейчас, оглашая те или иные меры, фактически выражаю общую нашу точку зрения, а не только как и главный санитарный врача города. Готовы ответить на вопросы. Город, собственно, полнится слухами, что заболевшие контактные являются сотрудниками, собственно, ГБ-50. Насколько достоверно можете подтвердить и проверить эту информацию? Значит, смотрите, когда мы работаем по контактным лицам, то мы при этом выдаем постановление на изоляцию и работаем с персональными данными. Мы никогда никому не рассказываем фамилии, имя, отчество, адреса, место работы и прочее, прочее, прочее. Поэтому не подтверждать, не опровергать эту информацию я не буду. Да я считаю, что, в общем-то, и не это даже главное для жителей города и для нас, как для эпидемиологов. Я считаю, что самое главное, чтобы мы максимально определили круг лиц, с которыми общались заболевшие, и чтобы они были изолированы, находились под медицинским наблюдением и были лабораторно обследованы. На сегодняшний день это сделано. Если мы кого-то еще не учли, мы, кстати, принимаем звонки, мы работаем с горячей линией, мы проверяем и перепроверяем все контакты. Если у нас этот круг будет шириться, значит, мы его будем включать. Вот так я отвечу на этот вопрос. Александр, разрешите мне добавить. Смотрите, да, как бы среди лиц контактных ряд руководителей больницы попали. Поэтому мы, несмотря на то, что мы руководители, опытные врачи, то есть мы их вывели. Они были в режиме изоляции, и сейчас они находятся дома. И, соответственно, как все, кто находится дома изоляции, они проходят этот карантин. Вот здесь я бы призвал жителей города не винить никого, не искать виноватого. Потому что воздушно-капельная инфекция – это та инфекция, которая не зависит, скорее, не зависит от заболевшего. Если мы говорим о кишечной инфекции, то там нарушение гигиены, немытье рук, использование доброкачественных продуктов, какие-то еще меры. То воздушно-капельная инфекция – это, ну, как бы вот так сложилась жизнь, что контакт пошел среди этой группы. То есть они скорее пострадавшие, нежели чем виноватые. Ну и следующее – то, что вирус мы давно ждали здесь, в городе. Значит, у нас уже было, уже сейчас, наверное, не секрет, было две тревоги, когда были такие ложноположительные результаты. Мы были мобилизованы. Слава богу, они не подтвердились. Здесь у нас было время подготовиться к работе с больными. И сейчас, ну, как бы мы готовы, мы понимаем, что дальше делать и как работать. А этот мужчина заболевший замечался по городу, контактировался с врачами? Ну, нет. Значит, вот по всем контактам работаем мы. Еще раз вам скажу, что мы, значит, ситуацию эту не разглашаем. Мы никому не рассказываем, кто куда ходил. Наша задача и наша сфера ответственности – выявить везде, где они были, да, все, с кем они общались, и по всему кругу лет провести мероприятия. Поэтому нам очень многие звонят. Особенно звонят жители домов, где живут наши больные. Я вам объясняю ситуацию. Но я в связи с этим хочу самое главное сказать, что у нас меры профилактики, вот в данном случае, от данного заболевания, она, еще раз, вот не на то, где эти люди ходили. У нас сейчас самое главное, учитывая воздушно-капельные и контактные пути передачи коронавирусной инфекции, вернуться изначально к тем мерам профилактики, еще раз для всех это повторить. Их основные две – меры разобщения и меры... Меры гигиены наши, личной гигиены, разобщение – это что? Это дистанция. Куда бы мы ни ходили, мы соблюдаем дистанцию. Вот сейчас мы находимся в медицинском учреждении, здесь масочный режим, поэтому мы в масках. В принципе, по городу я считаю, что до сих пор все еще не страшно перемещаться без масок, соблюдая дистанцию. Дистанция – полтора-два метра. Если мы где-то бываем, до чего-то дотрагиваемся, мы помним о том, что грязными этими руками нельзя трогать глаза, нос, рот, слизистые наши, потому что это тоже путь передачи. Когда мы вернулись из мест этих, мы руки вымыли, все, чем мы контактировали, все вымыли, умылись – это основное. По возможности, особенно лицам с сопутствующими заболеваниями, лицам пожилого возраста, ослабленным, сейчас лучше оставаться дома. Не стесняться обращаться за помощью к волонтерам для того, чтобы самостоятельно не ходить, не передвигаться. Потому что предусмотреть, кто где когда был, кто до чего дотронулся, и где у нас есть инфекция, а где нет, в период подъема и распространения уже внутреннего, внутрироссийского передвижения граждан сейчас невозможно. Значит, меры разобщения и меры личной профилактики. Самочувствие больного, лёгкая степень по течению болезни. Какие проблемы? Да, пока приятно. А какой у него включается? Что? А третий болезнь включается? Так, ну, если считать пятнадцать, пятнадцать. Нет, третий. Третий, да? Третий. А динамбилисты от этой болезни, когда это был возрастающий, но как вы делитесь? У этого заболевания есть инкубационный период – 14 дней. Это максимальный. Это максимальный, да. Ну, минимальный составляет тоже не один-два, ну, как минимум, там, три-четыре дня. Это как минимум. Поэтому, когда у нас боятся, что вчера пообщались, а сегодня уже с горла запершила, это опасения напрасные. А затем само заболевание протекает в зависимости от организма. Как любая остро-респираторная вирусная инфекция, в 80% случаях она протекает мало симптомов. То есть это легкое течение заболевания. И у нас сейчас вот из троих у одного пациента вообще никаких симптомов. Он вывелся просто по контакту. А остальные 20% – это различные формы. Ну, и, соответственно, малосимптомные, бессимптомные, они практически, ну, мало заразны для окружающих. А вот те, кто болеет, чихает, кашляет, выделяет большое количество, соответственно, сам достаточно тяжело болеет. Вот он, конечно, гораздо больше выделяет. Почему? И опасения по поводу наших пожилых лиц, потому что они тоже болеют достаточно тяжело. И сейчас принято решение на уровне Министерства здравоохранения Российской Федерации, на уровне всех штабов и всех регионов. И принято решение, что все лица с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции в легких формах будут лечиться на дому. То есть мы должны понимать, мы все с вами, горожане наши уважаемые, что если соседи заболели новой коронавирусной инфекцией, это совсем не значит, что всех увезут, сделают заключительную инфекцию, и там никого не будет. Значит, предусматривается, что данные меры профилактики, которые я уже озвучила, очень хорошо работают на то, чтобы не заразиться. Вот такая ситуация сейчас по всей стране. Вне зависимости от того, мало случаев, много случаев, свободной койки или заняты уже все. А какой вообще прогноз распространения болезни старой? То есть новый случай еще возможно появится, не из-за контакта? Конечно. Конечно. Ну, у нас же с вами жители города ездят в Москву. Поезд приходит каждый день. В поезде есть люди. То есть они в Москве. Там один из очагов заражения Москва. Второй очаг – это Нижний Новгород. Там тоже достаточно много людей, которые постоянно едут. И поскольку заболевание передается воздушно-капельным путем, ну и контактным путем, то как бы прогнозировать его распространение сейчас достаточно сложно. У нас в городе с вами что? У нас в городе лучше. То есть у нас лучше социальный уровень жизни в целом, то есть в среднем. То есть у нас нет трущок, у нас везде есть горячая вода, есть везде можно мыть руки. Есть достаточная доступность и шаговые магазины. Хочется надеяться, что у нас в городе в большей степени люди цивилизованы и на просьбу себя защищать в виде того, что оставаться дома, одевать маску, одевать перчатки, мыть руки перед едой и после контактов с какими-то предметами. Они реагируют в целом, наверное, на это самое… Ну, мы надеемся, что в целом лучше на это самое реагируют. Следующий момент – у нас достаточно компактный город и достаточно доступность медицинской помощи. Это тоже много, это самое многое значит. Мы имеем возможность сейчас ко всем больным приехать, может быть, там не через 10-15 минут, в этой ситуации не нужно 10-15 минут, но приехать в течение 2-3-4 часов и оказать помощь, инсорировать их, хороший контакт с госсамепидоназором. То есть мы здесь все эти мероприятия делаем совместно. Поэтому у нас вообще все эпидемии протекают более благополучно. Но мне вот сейчас хочется обратиться к тем больным, которые не прививались против гриппа. Вот с такой бы заботой они прививались от гриппа, то, может быть, у нас было бы меньше людей, погибших от гриппа, которые были вот в прошедшие, в прошедшие годы, с таким вниманием к коронавирусу относились к гриппу. Это тоже важный момент, потому что надеемся, что в конце года будут прививки, и вакцина будет, и мы будем вакцинировать, и опять бы, чтобы не забыли тот страх, который сегодня у вас в глазах. Я бы к словам Сергея Борисовича в ответ на ваш вопрос добавила, что сейчас очень важное решение принято на уровне штаба, и оно действует и в том числе и в пропускном режиме в наш город. И мы работаем очень тесно с работодателями. Мира такая, лица, возвращающиеся из этих неблагополучных районов, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пенза, сегодня предлагается людям быть дисциплинированными, оставаться 14 дней дома на самоизоляции, не выходить на работу. Работодателям предлагается таких лиц любыми доступными сейчас, у нас много сейчас доступных законных способов обеспечить нахождение пока вот в этот период лиц дома, либо на дистанционной работе, либо путем освобождения, либо по 402-м постановлению правительства для отдельных категорий граждан на больничном листе, либо в отпуске самыми разными путями. Потому что это именно те люди, которые могут привезти в город дополнительную инфекцию. И именно сейчас это важно. И именно от того, насколько сейчас будут самодисциплинированы граждане, граждане наши соровчане, и насколько работодатели нашего города будут внимательно относиться к своим работникам, которые приходят на работу, зная, откуда они приехали, с каком они пришли состоянии, температуру им померили, посмотрели, нет ли признаков заболевания. Но и все люди должны понимать, что сейчас, конечно, признаками заболевания не нужно никуда ходить, нужно вызывать врача на дом. Вот это самая главная мера в ответ на ваш вопрос. А ужесточение вот этого режима будет? То есть вы, тем, кто приехал с границей, вы подслеживали капитально, а вот этих пока рекомендательный характер носит. Ситуация как-то будет меняться? Она носит рекомендательный характер, знаете, как добровольно-принудительно, как у нас любят говорить. То есть она, конечно же, носит характер такой для того, чтобы люди поняли, сделали это самостоятельно. Но если эти факты выясняются, и если мы через работодателей узнаем, что такие люди работали, то тут, конечно, применяются и меры воздействия, другие, и наказания в том числе. А лекарства-то эффективные есть или нет? Нет, сейчас лекарства, вот, в дальнейшем, есть лекарства, которые используют при лечении данной патологии. Но чтобы лекарства, которые сто процентов было тропнуло к этому вирусу, пока сейчас еще нет. Но я бы вот еще хотел обратить внимание, вот интересная ситуация сейчас, я встречался с коллективом, и мне сказали, говорит, Сергей Борисович, ну как же так? Вот мы все здесь тут работаем, круглосуточно изолируемся и так далее, и так далее. 10 человек ночью пьяных доставили, пьяных с мест гуляния. Куда же смотрит общественность, куда же смотрит наша милиция. То есть, по идее, это люди не должны быть на улицах, тем более не трезвым состоянием болтаться. И вот в этой ситуации, конечно, нужна, наверное, общая гражданская позиция. То есть не бояться, если ты видишь там пьяную компанию, которая там гуляет, ну сообщить, чтобы их разобщили, и там развезли. То есть все-таки нужно какое-то время перетерпеть. Хотя это непросто, я сам по себе понимаю, что непросто. Вот я даже привязан за ногу, мне тоже хочется там выйти куда-нибудь в лес, ездить, куда-нибудь сходить. Ну что же делать-то? Если говорить о негативном сценарии, то мы знаем, что больница, основная проблема связана с происходит непрерывным поступлением пациентов. Насколько КВ-50 готова к этому непрерывному поступлению пациентов, и в случае, если, как бы, по подбойству института, какие сценарии будут применяться в этом случае? Значит, ну, мы сейчас готовы к приему пациентов. У нас есть расчеты, то есть есть расчеты средние, которые рекомендуют на определенное количество населения. Значит, мы по этим расчетам, плюс еще там 20-30% запаса имеем, сильные средства для этого. Значит, мы планируем, что здесь будем лечить больницы средне-тяжелые и тяжелые случаи заболевания. Значит, крайне тяжелые, скорее всего, что будем управлять. Сейчас на базе Тривовского медицинского центра формируется инфекционный госпиталь. Там будут работать опытные реминоматологи с нескольким другим оборудованием, которое необходимо для лечения по такому роду пневмоний, то мы будем туда их направлять. Завтра приезжает группа исполненно сюда, будем обсуждать порядок взаимодействия, как мы будем взаимодействовать по этим больным. Плюс консультативная помощь. Значит, на сегодняшний день у нас с запасом есть и оборудование, и оборудованных мест, и оборудование по тем нормативам, которые рекомендуют сегодня штабам, российских штабам, для которых помощи будет иметь. Если говорить об обратной ситуации, если у нас в городе все будет нормально, будет потяжелее других регионов, можно дать приезду других больных? Ну, это маловероятно. С моей точки зрения это маловероятно, потому что у нас, во-первых, закрытый город, закрытый режим, во-вторых, на территории находится федеральный ядерный центр, то есть предприятие высокого уровня оборонного значения, если завести сюда в город инфекцию, ну, это маловероятно. Потом, ну, смотрите, наш город Кипиковый, то есть мы от крупных центров мы находимся примерно в 200 километрах от всех, что от Мордовии, Саранска, что от Нижнего Новгорода, и, конечно, гораздо более рационально делать больницы там, в крупных городах, где есть возможность переброски сил и средств, то есть с одной больницей, с другой, с другой, нежели чем устраивать здесь у нас такую больницу. То есть я думаю, что это, вероятность этого крайне низкая. Тем более, что Нижний Новгород разворачивает и перепрофилирует все новые клиники и, наоборот, говорит о том, что сделает все для того, чтобы со всей области мог принимать, а не рассчитывает на территории области. Тем более, что сейчас, да, 20 апреля, вы знаете, что заканчивая строительство военного госпитета, рефикационного, Нижнего Новгорода, несколько больниц уже перепрофилировано. Вот инфекционная больница на базе Пумса, там, по-моему, 60 коек, или 40, или 60, они планируют открытий. То есть там, как бы так вот, идет наращивание. А здесь специалистов под инфекционный противопоказатель или, может, привлекающие информации? Вот смотрите, для лечения этого заболевания инфекционисты не нужны. Почему? Потому что там нет в составе, ну, таких, наиболее поражающих факторов не инфекционная составляющая, а, как бы, соматическая составляющая. То есть здесь нужны врачи-терапевты, в большей степени анестезиологи или аниматологи. Потому что, если заболевание протекает в легкой или средней тяжести состоянии, то, как бы, справится любой врач. То есть, ну, это обычно простудное заболевание и, как бы, стандартное лечение. Если заболевание происходит тяжелой, крайне тяжелой форме, когда возникает легочная недостаточность, то в этой ситуации нужны для аниматологи. И вот сегодня я встречался с коллективом, вот я сегодня первый день вышел на работу, встречался с коллективом, мы обсуждали все, очень подробно, более двух часов разговаривали, обсуждали все вопросы. Могу сказать, что я в этом никогда не сомневался. И сейчас еще раз убедился, что сотрудники больницы готовы оказывать медицинскую помощь. мало того, что там есть добровольцы, например, мужчины, хирурги говорили, а почему туда женщины-терапевты пойдут, что мы не справимся там, что сначала мы туда пойдем уже, если мы не справимся, тогда терапевта будем посылать. Вот это был такой очень, ну, для меня очень приятный, вот этот был порыв. Поэтому, вот, я думаю, что вот на процентах 90-95 случаев мы сможем оказать помощь здесь и помощь для действия хорошего. Но если будет необходимость, то у нас есть возможность отправить этого больного, ну, начиная со среды в Белорусский медицинский центр, а до среды там в одной из клиник Нижнего Нового у нас есть этап маршрутизации, то это те больные, которые требуют специальной поддержки кислорода. Чем этот вирус отличается от вируса гриппа? То есть РВИ и другие вирусы гриппа, они сначала они тропнут к легочным путям, сначала носоглотка, глотка, бронхи, и потом дальше развивается пневмония. А этот вирус, он проходит сразу, он тропит к легочной ткани и сразу, как бы, начинает поражать легочную ткань. И в этой ситуации, когда тотальное поражение легочной ткани, нужна специальная ингаляция кислорода, инвазивная ингаляция кислорода, высокочастотная, высокочастотная, для того, чтобы донести кислород до крови. Вот таких аппаратов и, к сожалению, в стране не очень много, и специалистов, которые могут проводить такую терапию, тоже не очень много. Но такие специалисты есть в природском медицинском центре, то есть и там у них есть эта аппаратура. Сейчас они, по-моему, получают еще дополнительную, после того, как откроют в госпитале, они получат эту аппаратуру дополнительную. Поэтому у нас тут как бы с вами есть все шансы качественно оказать медицинскую помощь нашим жителям. А наша хроническая больница в силу этой медики не получила? Или вы будете на вас в дежуре только ее умолчить? Значит, мы пока пока мы только готовим заявки, пока мы дополнительную аппаратуру не получили. Ну, я как бы здесь двояко моя ситуация. С одной стороны, я как житель страны понимаю, что сейчас эта аппаратура нужнее. Там, где есть очаги заболевших, у нас же нет еще больных, у нас даже нет проблем. И понятно, что ее направляют в первую очередь туда, где большое количество пациентов. Вот, например, наши коллеги из 83-й больницы, у них сейчас более 100 пациентов на лечении, из них более 40 на искусственную телевизацию легких. Понятно, что там эти аппараты нужнее. Но у нас на сегодняшний день у нас хватает аппаратуру. У нас достаточно аппаратуры, то есть у нас для того, чтобы оказать в этой самой помощи. То есть у нас все рабочие места сейчас, то есть у нас, смотрите, у нас 40 коек сейчас развернут, сейчас действующих, и 60 коек, она в состоянии готовности, то есть они застелены кроватями, подведены к кистородам, с поставленной аппаратурой и как бы готовы принять больных. Мы их просто пока не разворачиваем, но для того, чтобы не перебружать персонал. То есть пока хватает, сейчас порядка, ну, от 15 до 20 человек в инфекционном отделении. Мы всех больных оттуда в другие места перепрофилировали и госпитализируем в основном больных, у которых в перспективе может оказаться вот этот коронавирус. Это больные с пневмониями. Мы госпитализируем по северному отделению, проводим обследование. И если подтверждается, слава богу, не было подтверждения пока, то мы планируем переводить их в коронавирусное отделение, а если подтверждается, то в соматическое отделение. Ну и больные с тяжелыми кишечными заболеваниями, они на отдельном посту находятся. Ну, если появятся больные с коронавирусом, достаточное количество мы их переведем в другое отделение, у нас подготовлено место для них. Ну, чтобы сейчас, сейчас говорю, чтобы не распылять как бы силы персонала. В течение нескольких часов мы перепрофилирование произведем. Вы говорили на работе штаба. У людей, если не к этому представление, что комедики с этим вопросом уйдутся. Если это не секретная информация, не могли бы стоять, какие городские структуры вместе с вами взаимодействуют и работают? Конечно, конечно. В штабе работают, ну, практически все задействованы службы. Ну, на уровне городского штаба, конечно, туда входят, во-первых, все структуры городской администрации, которые задействованы, каждая на своем вопросе, каждый по своему блоку разрабатывает мероприятия. Здесь и департамент городского хозяйства, и все вопросы связаны с ГОЧС, и вопросы связаны с различными ремонтными строительными организациями, если в этой части нам нужны, здесь отработка всех финансовых, юридических вопросов. Очень сильно в штабе представлены наши доблестные силовики, полиция, ФСБ. Мы активно работаем, ну, потому что мы отрабатываем списки, конечно, через бюро пропусков мы эти вещи все решаем. Очень активно работают специалисты отдела потребительского рынка, потому что много вопросов связано с теми, какие организации работают, в каком они режиме работают. То есть, все, что касается работы городских различных служб и организаций, все представители, конечно, ходят в штаб. Если мы говорим о оперативном штабе ВНИЭФ, то это, конечно, все, соответственно, уже все службы, которые те же самые вопросы решают на уровне ВНИЭФ. То есть, у нас эта работа поставлена в полном понимании ответственности, кто в каком случае какую несет ответственность, за что отвечает, какие меры прорабатывает. Как Сергей Борисович рассказал, как они готовят койки, которые, но будем надеяться, что в таком количестве не понадобятся, которые гласил Сергей Борисович, а кто-то уже готовит, каким образом похороны будут. Хотя я тоже человек позитивный, я считаю, что это нам не понадобится. Тем не менее, все вопросы от первой профилактики до проводов людей в мир иной, каждая служба прорабатывает свой блок вопросов. Наверное, стоит еще раз сказать, какие меры вы считаете действенными конкретно для граждан? Для наших граждан самая действенная мера оставаться дома. Это вот самая действенная мера. Разобщенность. Разобщение. Вот все, что касается инфекции с воздушно-кабельным путем, это остаться дома, это значит не заразиться. Поэтому остаемся дома. Если на улицу выходим, то все эти меры профилактики еще раз, которые были. У нас почему-то люди считают, что если они масочки оденут, значит, они могут куда угодно ходить, где угодно быть и как угодно себя вести. Через некоторое время маска сползает. Да, я вот сижу, разговариваю с вами. Я вот посмотрю на вас. Мне уже тяжело дышать, я долго в ней работать не могу. Но я хочу сказать, что маска нужна, во-первых, медицинским работникам, которые работают с больными. Маска нужна службам, которые проводят дезинфекцию для того, чтобы в органы дыхания не попали в отравляющих дозах тест-средства. Маска нужна на тех местах, где мимо проходит огромное количество людей и среди них могут быть больные. Вы видите, что это посты различных контрольно-пропускных пунктов, это различные места контроля, где вот именно дежурные такие службы работают или диспетчерские с людьми. Это те же кассиры в магазинах, тем самым они только себя защищают, да? Никого-то, а себя. Больные там не работают у нас, там идет контроль. Ну, а всем остальным, то есть маска что? Маска, она по правилам, должна надеваться на больного человека. Она защищает окружающих, если больной одел на себя маску. Поэтому главная мера не маски, главная мера разобщения. Либо мы совсем не вышли на улицу, либо, выйдя на улицу, мы соблюдаем двухметровую дистанцию, либо мы рискуем заразиться. Ну, вот я еще хотел бы добавить беспрецедентной поддержки федерального ядерного центра. То есть, надо сказать, что и директор лично вовлечен в эту работу. Мы со мной, с Ирина Санной по два-три раза в день по разным вопросам как бы перезванивается, интересуется состоянием здоровья тех, кто пострадал, настаивает очень активно там на разобщении, предлагает свои услуги. Ну, и физически он сильно помог больнице. это тем, что у нас фикционное отделение было не очень хорошо в состоянии. Мы планировали под капитальный ремонт, к сожалению, не сложилось. Значит, они направили свою бригаду и этаж отремонтировали, косметический ремонт сделали. Они помогли нам с марлей, со своих запасов, со складов. Они помогли деньгами, сейчас выделены средства для поощрения медицинских работников, которые работают вот сейчас до как бы заболевания. Помимо путинских? Да, путинских мы пока не получили ничего. Пока мы только вещания, мы слышим их пока в эфире. То есть, они, видимо, будут, но будут чуть позже. Причем, эти же деньги путинские, что вы называете, они же для тех, кто работает с коронавирусом, непосредственно с больными коронавирусами. А у нас же много медицинских работников, задействованные с другими категориями, с подозрением, с контактами и так далее, и так далее. То есть, их же тоже надо поощрять, что это называют сплата за страх. Там же такие же люди, как и вы, как бы сегодня же, я так слышал, некоторые сомневались идти сюда или не идти, да? У них тоже есть дети, у них тоже есть мужья, там пожилые родители и как бы некоторую возможность постимулировать федеральный медицинский центр, он сейчас сейчас дает. Ну, мы договорились с федеральным центром, да, и здесь идет даже, речь идет о том ежедневном звонке, Сергей Матвич, скажите еще, что вам нужно? То есть, вот такая поддержка, я считаю, что это беспрецедентная поддержка. Ну, и для сотрудников, я им сегодня озвучил, сказал, что если нам придется приходить и работать вот в режиме там вахтовой, круглосуточной работы, то будем кормить их из ресторанов УСИСа, то есть, ну, может быть, это не столь как бы важно, но это приятно само как внимание, это, конечно, не больничная кухня, поскольку мы такого качества и, может быть, такого количества продуктов сделать не можем. Ну, и самое-то главное, наверное, здесь, это то, что такая моральная поддержка, мы понимаем, что у нас есть, вот знаете, вот как там идет мальчишка в школу и знает, что у него есть старший брат, который, если что, можно ему пожаловаться. поэтому, вот здесь просто огромная была самая благоблагодарность. И я понимаю, что сейчас и штаб, который здесь существует, и дирекция Федерального медленного центра, у них главная задача это не допустить массовое распространение заболеваний. Они все понимают, что болезнь будет, никуда, ну, не может так случиться, что никто не заболеет. Вот, но чтобы не пошло массово, чтобы вот появились больные, и прервать все вот это мгновенно, то вот это самая главная наша задача. И я бы еще хотела вот на эту же мысль добавить, что не только велика помощь от нашего градообразующего предприятия, а велика исполнительная дисциплина. То есть, вот, среди всех работодателей города в НИФ сегодня самый качественный и ответственный исполнитель всех тех мер профилактики, которые в городе вводятся. И, наверное, поэтому, благодаря этому мы не имеем сейчас ни одного случая заболевания и даже подозрения на него среди работников реферцины. Вот я хочу это отметить. И если так же будут работать и все остальные, и так же будут заботиться о себе все горожане, то я думаю, что вот этим очагом мы можем и пограничиться. Игорь Чарат, график показаний повседневной медицинской обычной помощи, он явно изменился, и вот как сейчас эта работа проходит. И я отдельно хочу спросить про медосмотр, когда они вернутся. Ну вот, смотрите, ситуация следующая, что мы, наверное, последними в области, которые стали сокращать плановую медицинскую помощь. Уже как бы по жесткому требованию стали сокращать. При этом, ну, есть как бы некоторые особенности плановую медицинскую помощь в поликлинике и в стационаре. То есть в поликлинике, куда приходит больной первично, для того, чтобы понять плановую помощь нужна или экстренная помощь была нужна, нужно посмотреть больного, да, все равно осмотр он будет самопроизведен. Значит, поэтому мы закрыли стоматологию, там, где, кроме экстренной помощи при стоматологии, стоматологической, закрыли физиотерапию, не является жизненно важным этим самопроцессом, и ограничили, и ограничили приемы некоторых специалистов, ограничили приемы некоторых специалистов. Пока, как бы, все по поликлинике. И сократили дневной стационар. Дневной стационар, поскольку там тоже, как правило, люди идут на курсы лечения. При этом у нас есть группа больных, которые нуждаются в курсовом лечении. Например, химиотерапия при онкологических заболеваниях. Вроде бы, это плановая ситуация, но не проводя химиотерапию, мы имеем шанс потерять больного и ухудшиться в его состоянии. Поэтому мы продолжаем их делать. Сейчас мы решаем вопрос, как ищем возможность проведения этих курсов химиотерапии либо в круглосуточном стационаре, либо в стационаре на дому. То есть тогда, когда бригада будет выезжать на оказание медицинской помощи, вот это самое на дом. То есть это тоже есть. Значит, в стационаре, в стационаре сейчас сокращается количество плановых операций, но это, в принципе, как бы и есть опасения за состояние здоровья медицинских работников, которые для нас являются невысполнимым ресурсом. Если аппараты его сломаются, вместо них можно привезти другие, то сейчас, например, анастезиологов, ремиуматологов сюда привезти будет достаточно проблематично. Поэтому мы сейчас стараемся ограничить поступление плановых больных в стационар, за исключением тех случаев, когда операция, пусть даже плановая, она как бы влияет на дальнейшую жизнь. Ну, например, там, условно говоря, киста яичников у женщины. Вроде бы это плановая операция, но она может перерасти в опухоль, поэтому ее нужно оперировать сейчас. То есть какие-то вены, грыжи, не обострения, то мы их откладываем. И вот сократили курсы реабилитационного лечения. То есть это тоже понятно, почему. Хотя помощь сократилась примерно процентов на 15-20, объем помощи сокращен. И в этом у нас тоже есть там проблема, потому что сократив объем помощи, у нас сокращается финансирование. Поэтому мы надеемся на те, как вы сказали, путинские деньги, которые будут выделены учреждениям, больницам борьбы с эпидемией. А медосмотр? Значит, по медосмотрам, по медосмотрам пока... Я думаю, что мы сейчас приняли решение медосмотра, вы видите, до водительских комиссий. Вот какие? А ну, всячески, вплоть до тех, от которых зависит, будет что завтра, работа сегодня будет. Нет, нет. Смотрите, вот метосмотры, которые являются структурным, как бы, циклом введения работы, например, предсменные метосмотры сотрудников Федерального федерального центра, входящих на особо опасную работу. Мы не прекратили. Мы их проводим. Мы прекратили метосмотры сейчас те, которые не влияют на работу. Ограничили справки на оружие, метосмотры водителей и текущие метосмотры, которые планы метосмотра сотрудников, их перенесем просто на другое время. Мы в состоянии это сделать. Вот водительские метосмотры, я думаю, что неделю через две, вот как ситуация прояснится, мы будем принимать решение либо возвращать, если ситуация не ухудшится, либо, как бы, про это самое, опять не продолжать, если ситуация ухудшится. Да, вот как раз всем, пока до 30 апреля все это длится, но, видите, и прочее, в принципе, есть прогнозы, или в целом. Ну, в целом-то прогнозы вы, наверное, прочитаете в средствах массовой информации, потому что есть несколько сценариев от самого благоприятного, когда мы говорим, что к концу апреля все закончится, до самых неблагоприятных, когда захватываются еще и летние месяцы. Это мы говорим в целом про Российскую Федерацию. При этом по ситуации в нашем городе все будет зависеть, опять же, я повторяю, от нашей самодисциплины. Может быть, у нас вообще вот на этом все завершится, может быть, еще будут какие-то случаи. Но в любом случае эпидемический процесс, как явление, которое в природе существует, и его никто не отменял, оно пройдет все равно в стадию, в фазу, оно наберет какое-то энное количество, число заболевших, разобьется иммунная прослойка у определенной части населения, и мы выйдем на такое плата и снижение, и будут какие-то спорадические случаи, а может быть, и совсем все закончится. Поэтому прогноз сделан и благоданное, но все-таки мы надеемся, что к июню, так если в среднем, все завершится. Ну да, у нас ведь сейчас на нас природа играет, да, то есть при температуре больше, чем плюс 18, этот вирус живет совсем мало времени. Поэтому скоро суммашка начнет греть, и вот такая вот вирусная нагрузка, она фактически и снизится. Смертность от гриппа, я сегодня прочитала, что 650 тысяч человек в год, но при этом грипп не так никак не никакой, как коронавирус, чем так, потому что из-за того, что происходит проживание левших, и не очень обратно. Вот вы понимаете, в чем дело. Здесь вопрос философский и однозначного ответа, почему такая реакция нет. То есть, с одной стороны, с одной стороны, от туберкулеза умирает пока больше, нежели чем умирает от коронавируса. Значит, но здесь, наверное, объяснение такое, очень важное объяснение, это то, что инфекция неизвестна, и как она себя поведет, в принципе, если ее отпустить, то представить себе трудно. Ну, вот возьмите, не зря же, допустим, Италия, она ведь паникует, страна цивилизованная, да, то есть, мы с вами говорим, цивилизованная Европа, у нас, как не это в самой Европе, но там паника, там действительно паника, Франция, действительно паника, Америка, где мы говорили о том, что, ну, когда кто мог подумать, что Россия будет помогать, как бы оккупировать эпидемию Америки, то есть, в той стране, которая для нас всех эталон по обеспеченности, по качеству медицинской помощи и так далее, и так далее. Вот вопрос вот здесь состоит в том, что этот вирус, он влияет, там в чем самая главная проблема. Есть, кстати, я могу дать ссылку, заседание научного совета Дальневосточного университета, где известный вирусолог, он дает, как бы, пояснение и свою точку зрения. Он занимается коронавирусом уже много лет, защитил, написал несколько учебников, защитил диссертацию, и дакскую докторскую, и сейчас, по-моему, шли в кор, это самая академия наук, и он объясняет, он говорит, что здесь, ну, самая главная проблема, это скорость развития заболевания, то есть, от момента заражения для пожилого человека, отягощенного какими-то самофонами, до момента развития необратимых последствий происходит очень мало времени, и не везде успевает среагировать система здравоохранения в это время для оказания медицинской помощи. И задача наша сегодня, то, что поставило правительство по всей видимости, это растянуть вот это вот массовое поступление тяжелых больных. Если бы сегодня действительно поступало бы каждый день 20-30 тяжелых больных в больницу, больницы бы не выдержала, если бы, допустим, в том же Нижнем Новгороде поступало, хотя бы там в три раза меньше больных, чем в Москве, и Нижегородские больницы бы не выдержали этой нагрузки. И задача была вот растянуть вот это вот, как бы, поступление по времени. по времени. Поэтому, я думаю, что ситуация, она, наверное, оправдана, потому что не зря государство идет на огромные траты. Это же вот вывести там на месяц, из-за оборота остановить там, ну, полстраны, наверное, предприятия, траты-то огромные. Это и потеря зарплаты, это и потеря налогов, и потеря доходов. Но главное, то есть, есть сохранение людей. То есть, вот это вот ресурсы, которые, в принципе, невосстанавливаемы, если говорить не цинично, то в наших отдыхах и близких. То есть, это тоже очень, как бы, это самый важный момент. Ну, вот, дальше чего? Дальше мы можем рассуждать сколько угодно, но то, что сегодня идут вот такие вот результаты, видно, что тактика выборного государства в нашем правильная. Да, мы готовимся, да, мы тратим деньги, да, мы тратим зарплату, то есть, отделение пустое, как бы, с людям зарплату брать, вроде бы, с одной стороны, дохода это сама не приносит, но зато мы готовы к оказанию медицинской помощи и готовы принять многое. Я считаю, что это очень правильное как бы решение. Если говорить о помощи со стороны государственных групп, то мы хотели бы спросить, вот мы, как средство массовой информации, по вашему мнению, каким образом могли помочь в противостоянии для грандовения? Ну, Инстана вам уже несколько раз говорила, то есть, это то, что надо сейчас людям внушать, что здесь процентов 80 спасений это в руках самого человека. Это разобщенность, аккуратность в своих контактах, аккуратность в поведении. Понятно, что, наверное, трудно, если там старенькая мама или мама или папа зовут на помощь, трудно, наверное, отказаться в оказании медицинской помощи, это не нужно, нужно просто эту помощь оказать в цивилизованных условиях, защищая их и защищая себя. Это первое. Второе, я считаю, что паника, которая иногда средством массовой информации подхватывается, вы же здесь наверняка есть и операторы вот этих социальных сетей, да, которые там всякие не очень умные люди начинают панику раздувать, эта паника начинает раздуваться, это самое раздуваться. Причем уже там после третьего, четвертого комментария уже люди забывают о чем они говорили и начинают создавать свой миф о том, что происходит в жизни. Ну вот я сейчас шел здесь по улице, вот с 7-этажного корпуса переходил, напротив 7-этажки ругался пьяный мужчина вдрызг, который крыл всех врачей, которые всех перезаражали, что он сегодня это прочитал, потому что его к любимой не пустили в 7-этажку. И вроде бы как взрослый человек, ему там лет 55-60, и вот иногда, уж у меня простите, иногда действия средств массовой информации напоминают вот эти слова этого нетрезвого человека. Это то есть попытаться давать объективную информацию и эту информацию давать в спокойном тоне. Я понимаю, что вы для привлечения читателей стараетесь как можно ярче сделать заголовки и все остальное прочее, написать про туалетную бумагу, которую больница закупает. Вот новость на весь город, Колючий Саров написал про туалетную закупку туалетной бумаги за это самое. Мне даже стыдно стало, что думаю, как же так надо было газетами обеспечить всех больных а не туалетной бумагой. Вот, и здесь это первое, вот первое это постараться успокоить это самое. Вторая задача это поддержать врачей, потому что вот та ваханалия, которая была еще 2-3 месяца назад во всех средствах массовой информации, она как бы сильно не влияет на желание, на приверженность или комплиментность, как у нас говорят, врача к оказанию медицинской помощи. Потому что, что бы врач не сделал, все равно это будет плохо. Оценено плохо это самое. То есть, вот здесь надо больше рассказывать о врачах, которые ведь мы сегодня вспоминали, когда была академия аварии, уже, наверное, лет 20 назад. То есть, вот на 21-й площадке была авария с кармией, и там порядка 100 человек было свидетелей аварии, как называется. Одновременно там человек 50 или 60 привезли. Привезли с производства, никто не понимал, что происходит, никто не понимал, чем опасны эти люди. А ведь встретили молоденькие тогда врачи 2-го терапевтического отделения, которые только, они все пришли от маленьких детей. То есть, у кого там трехлетние были дети, у кого четырехлетние, и они фактически в домашней одежде, это в 5 утра было, я тут первый приехал, они приехали вслед за мной, то есть, они в 5 утра встречали вот этих вот пациентов с аварией, тут же развернулись, начали осматривать, оказываясь медицинской помощи, никто не спросил, опасно или не опасно здесь присутствовать. И у них были маленькие дети. Это были мамки, то есть, это были матери, которые, это самое, кормили. Про это ведь мало кто может написать, и мало кто напишет. Ну, почему? Потому что для части электората это неинтересно. Конечно, гораздо интереснее, кто чего, это самое, украл, кто чего там пропустил, кто когда кому никогда, это самое, не оказал помощи. Я все время говорил, я вот с теми редакторами, которые сейчас, я говорил, пожалуйста, вы меня как хотите ругайте, я для этого существую. Но нельзя к врачам так относиться. Это тот контингент, к которому он должен относиться очень бережно. Их уже скоро не будет. То есть, вот врачей, как специалистов, их становится все меньше и меньше. У нас было 60 человек на 10 тысяч населения 20 лет назад, сейчас 46 человек на 10 тысяч населения. Это существенное сокращение численности. И оно произошло не потому, что мы врачей выгоняем, не потому, чтобы их там как-то гнобили и так далее, и так далее, а потому, что все меньше и меньше людей хотят идти в эту специальность. Вот хотят идти в эту специальность меньше людей, а вот сейчас такое случилось. А кто будет оказывать медицинскую помощь? Вот это тоже нужна помощь. Ну и третья помощь. Меня сегодня поразило, я, наверное, чуть позже назову это предприятие. Позвонил рядовой предприниматель, говорит, у меня же время производства, мне все равно делать нечего, дайте вам на даму маски удушить. Вот мы сейчас ему даем марлю, он вылечит нам маски. Частные предприниматели. Федеральный администр центр, большая крупная организация, большая это самое, и рядовой частный предприниматель, который, ну, они ведь примерно поступили, это самое, одинаково. Ну, призвать, как бы, на это самое, на помощь. Сейчас помощь нужна, волонтерская помощь нужна, вот посещение пожилых людей, неимущих, это самое, людей. Нужно, может быть, какие-то народные патрули, что ли, чтобы ходили, смотрели, пьяных этих гоняли, чтобы они хоть не тут, это самое, не устраивали. То есть, вот это тоже, вот это тоже помощь. И формирование общественного сознания, нормально переформирование общественного сознания, что мы живем в цивилизованном обществе. И, по большому счету, во всех проблемах человека, как правило, в основном, на вас сам человек, надо в Сибирске искать проблему эту. Сергей Игорьевич, не знаю, ничего вопроса или нету, коллега, но я предлагаю, число 10-11, а еще раз в 30, или нету. Ну, давайте туда 10-11 доживем. Я же все, как ты на больничном листе не можешь. У меня тоже еще один вопрос, Игорь Игорьевич. Можно ли считать, что данное заболевание имеет очень серьезный психологический компонент? Насколько этот психологический компонент играет роль? Насколько важную роль он играет, точнее? Ну, смотрите, меня, например, сегодня удивила первая реакция журналистов, которых я пригласил на встречу, это опасность, что мы не пойдем, потому что боимся заразиться. Причем, когда я там навод услышал, я подумал, что это, ну, так, глупо, шутки, да? А когда мне несколько журналистов сказал, я подумал, ну, ничего себе. То есть, вроде как бы, волки информации, готовы добыть информацию под любым стрельбой и так далее, и так далее. И вдруг, вот, все время пытаются что-то выяснить, вы это самое, вот мы говорим, вот мы перед вами. Конечно, вот, вот, то есть, если убрать психологическую составляющую, первое, да? И второе, попытаться соблюдать те простые правила. Правила-то простые. Если не нужно, очень не нужно, не выходи из дома, если очень нужно, подумай, а нужно ли тебе выходить из дома? И третье, если ты уж идешь из дома, постарайся себя максимально обезопасить. Вот все, и дальше становится всем как бы, это самое легче. Хотя я понимаю, то, что я три месяца лежал дома, конечно, я уже, я все ресурсы попробовал, находил новый ресурс, радовался, ну, сейчас, теперь будет счастье, два-три дня, и уже вам так надоест, что это самое. Поэтому, конечно, то, что делать, вот, вот, сейчас, я думаю, что помощь СМИ могла бы еще и помочь вот в группе волонтеров, может быть, дополнительно привлекать волонтеров, потому что максимально ограничивая пожилое население и говоря им, оставайтесь дома, оставайтесь дома, сидите, вам все принесут, все сделают, конечно, нужна группа каких-то молодых инициативных людей, и сейчас они есть, и общественные организации работают, но я думаю, СМИ в этой части еще бы могло помочь, еще привлечь кого-то. А можно вопрос про врачи, я хочу спросить, в сети админической больнице достаточно много врачей категории 65+, которые тоже в зоне виска находятся, и вот из-за того, что они давали клятву Гиппократа, они не могут уйти в оплаченную область в большинство и жертвы? И вы могут в наших позициях как руководителя? Ну, вот смотрите, во-первых, врачи не давали клятву Гиппократа, все врачи, которым 65+, давали присягу советского врача. Это разные совершенно вещи, то есть присяга советского врача, клятва Гиппократа, и если кто-то внимательно почитает клятву Гиппократа, то там есть, например, слова про то, что помощь медицинская должна оказываться бесплатна, потому что бесплатно оказыванная помощь не имеет никакого значения, то есть я по этому принципиально отличие. В этом проклятву Гиппократа давайте мы немножко в сторонку. Значит, во-вторых, мы выбираем свою специальность. Эта специальность может быть у человека раз в жизни как бы приходится такой момент, когда он должен себя полностью реализовать в той специальности, в которой как бы есть. Конечно, мы сегодня обсуждали с врачами, я сегодня встречался с теми бригадами, которые будут работать в условиях с больными коронавирусом. И говорят примерно тоже слова, которые я скажу. Конечно, когда мы будем посылать врачей, мы будем в первую очередь посылать врачей, тех, кто меньше подвержен риску. Вот это несомненно. Но может наступить такой момент, когда нужно будет идти всем. Помните сказку про «Бальчишак» и «Бальчиша». И отец ушел, и брат ушел. Теперь кто же как не я, там «Бальчишки» и «Бальчишки». Вот. Поэтому вот, ну и на самом деле, что самое-то интересное, у врачей с 65 плюс даже никакой мысли нет отказаться от отказания медицинской помощи. Вот. Поэтому вот влачного отпуска нет. То есть в этой ситуации мы предлагаем уйти, они имеют право завтрашнего дня уйти на пенсию. А потом вы не забывайте совершенно разной категории. Врачи у нас и медицинские работники работают в средствах индивидуальной защиты. А когда мы говорим про домашнюю изоляцию ЛИТ-65+, мы говорим про всех остальных категориях, которые без всяких средств защиты выходят работать в коллективе и общаются там, не зная заболевания, не понимая до конца, как оно распространяется, не зная первых признаков заболевания и не имея средств индивидуальной защиты. И навыков использования. И навыков использования. А кто на пенсию на пенсию на пенсию? Я фамилию не знаю, мы обязательно, вот как только произойдет это событие, то есть мы обязательно его отметим и скажем ему спасибо прилюдно, громко, чтобы весь город это знал. Хотя он на этом не настаивал, то есть он, нет, я просто не явил переговоры, мне сказали, что сегодня, у меня такой был достаточно, первый день после физического отсутствия, я хоть и занимался работой с больницей, так и в режиме удаленного доступа, но сегодня первый день, навалилось много, фамилии я не знаю с предпринимателями. Но я ему уже заранее благодарен даже за то, что он так просто помощь предложил. Спасибо. Ну мы надеялись посидеть, посидеть подольше, что там как-то быстро, что закончено. У нас по обратной связи есть вопросы от зрителей, слушателей, потому что нам позвонят очень много и немножко с другими вопросами, вот не с теми, которые вы озвучили. Нет, вам больше не было от ваших. А кто спрашивает? Спрашивают, в основном, вот смотрите, спрашивают возможности выезда за пределы города и возвращения. Спрашивают о том, можно ли и каким образом можно им гулять, но это мы в этом вопросе огласили. Очень много спрашивают по вопросам лабораторного обследования, кто хочет обследовать, кто может, кому нужно, как не нужно, вот этих вопросов очень много. Очень много вопросов задают по поводу своих работодателей, имеем ли мы право вот так поступить, вот так поступить, там много разных вариантов, но все они связаны с самоизоляцией, то есть каким способом. И спрашивают по очень много звонит организаций, которые вот сейчас постепенно начинаем выходить все-таки на работу уже, я надеюсь, постепенно будет возвращаться к жизни, нашей экономической жизни города начнет снова развиваться, спрашивают, в каком режиме можно нашей организации работать, можно ли нам работать вообще, а если мы откроемся, то каким образом, вот мы сейчас огласил уже Сергей Борисович, каким образом изменилось оказание медицинской помощи в условиях нашего государственного бюджетного учреждения, а вы знаете, что у нас в городе много медицинских организаций частного плана, и там совершенно четко изменилась помощь, потому что мы категорически наставили на том, чтобы прекратились приезды медицинских работников из Нижнего Новгорода, из других городов, соответственно, в очень урезанном варианте работы, так, отдельные здоровья, допустим, было четкое направление указа губернатора о том, что не будет работать стоматологическая помощь, только в плане оказания неотложной экстренной помощи, и все наши частные стомологические кабинеты, клиники сказали, ну что ж, ради неотложной мы работать наверное не будем, мы закроемся, и работать совсем не будем. Они сейчас хотят восстановить работу, каким образом мы будем работать, как. В указе губернатора четко сказано, что можно открывать санитарно-гигиенические услуги, вы знаете, что у нас в городе есть небольшой еще сохранился жилой фонд у людей, когда в квартирах вообще нет ванн, нет ванных комнат, нет ванн, как класса гигиенического, и для них всегда существовали городские муниципальные бани, они сейчас закрыты, то есть каким образом будут работать бани, когда они начнут, вот этот блок вопросов он мусируется очень часто и очень много, и сейчас как раз мы прорабатываем все варианты для того, чтобы постепенно эта часть жизни горожан была налажена, чтобы начали работать с организацией, но без нарушений, и мы же еще и сталкиваемся с тем, что во многих из этих организаций работают лица, приезжающие к нам из-за зоны, и там тоже есть свои ограничения, и вот этот весь блок вопросов, он большой, и мы, конечно, отвечаем на эти вопросы, но очень хотелось бы использовать ваши ресурсы, чтобы вы тоже освещали их как-то в средствах массовой информации, чтобы мы одно и то же как-то пугачики по сто раз разным людям полдня истратили, ответили только там 20 людям, да, а вы-то у вас ресурсы громадные, вы сразу можете весь город охватить, то есть вот если есть такие вопросы, нам было бы интереснее ответить вам, а вы бы это через средства массовой информации довели до большего количества наших саровчан, поэтому обращайтесь, нам гораздо интереснее до вас давать эту информацию, хорошо? Да как угодно, песни, но можно по телефону собираться, вот как хотите. Парикмахерский когда откроют? Вот парикмахерский откроют не скоро, потому что четкий запрет на парикмахерские услуги, хотя я считаю, что даже в годы войны, да, когда у нас был супной тип, и то оказывались эти услуги, а самое-то неприятное, что они уходят в серый сектор, просто стрягут на дому, и это ничуть не лучше, поэтому постепенно все это будет восстанавливаться потихонечку, парикмахерских пока нет, на них четкий запрет, вот, но так или иначе, работа медицинских организаций, приема, пока еще только не профилактического, а лечебного, не отложной, хигиенические какие-то услуги, строительные, необходимые, продажи необходимых товаров, так далее, так далее, все это будет постепенно возвращаться. Спасибо большое. Спасибо.